Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы продолжаем серию наших встреч в рамках дистанционного обучения студентов на цикле внутренних болезней, на циклах поликлинической терапии. И мы благодарим Первый Медканал за предоставление возможности записи этой серии лекций для дистанционного образования студентов и ординаторов. Итак, сегодняшняя тема нашей встречи – хроническая сердечная недостаточность, тактика ведения и новости события 2019 года. Конечно, мы базируемся на рекомендациях, и прежде всего это клинические рекомендации отечества на национальное поведение у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, европейские 2016 года. Еще один документ, который мы сегодня будем обсуждать – это апдейт клинической практики «Сердечная недостаточность 2019», документ, который суммирует, анализирует все события, которые произошли с 2016 года, с момента выхода европейских рекомендаций по ведению хронической сердечной недостаточности. Почему этот документ вышел? Потому что мы не ожидаем новых рекомендаций европейских до 2021 года. Итак, мы начинаем с рекомендаций, с основополагающих принципов ведения, тактики ведения хронической сердечной недостаточности. Итак, в 2016 году европейские эксперты представили новый алгоритм ведения хронической сердечной недостаточности, и диагностика базируется на следующих позициях – это определение клинической вероятности заболевания, скрининг натриуретических пипкидов и проведение трансторокальной эхокардиографии. Итак, пациент с подозрением на хроническую сердечную недостаточность. Прежде всего, мы должны понять, проанализировать анамнез и посмотреть, какое заболевание лежит в основе развития хронической сердечной недостаточности. О списках этих заболеваний сердечно-сосудистой системы велик. Велик – это и ишемическая болезнь сердца, и токсическое поражение, любые воспалительные и инфильтративные заболевания миокарда, метаболические нарушения – это кардиомиопатия, генетические аномалии, это артериальная гипертензия, львиная доля случаев хронической сердечной недостаточности, клапанная патология, болезни перикарда, эндокарда. Фактически, вся сердечно-сосудистая патология, а также отдельно тахиаритмия – это тахикардиомиопатия и бродиаритмия. И если проанализировать этиологические факторы хронической сердечной недостаточности Российской Федерации, то мы видим, что на первом месте – это, безусловно, артериальная гипертензия, на втором месте – ишемическая болезнь сердца. Это основополагающие этиологические факторы развития хронической сердечной недостаточности. Возвращаемся к алгоритму. Мы оценили анамнез, оценили и предположили возможное заболевание, которое лежит в основе развития ХСН. Дальше – физический осмотр, симптомы и признаки. Классические симптомы и признаки – симптомы задержки жидкости, одышка, симптомы при выжелудочной недостаточности. Это все тщательно анализируется. Дальше анализируется ЭКГ, и любые отклонения ЭКГ трактуются в пользу того, что имеется состояние, которое есть в основе развития сердечной недостаточности. Дальше, в соответствии с этим алгоритмом, мы должны скринировать натриуретические пептиды. Но даже в тех же европейских рекомендациях написано, что проведение скрининга натриуретических пептидов в реальной клинической практике рутинно не производится. И далеко не у всех пациентов мы можем это сделать. Если по каким-то причинам мы не можем скринировать натриуретические пептиды, любые изменения, которые мы находим на эхокардиографии, ложатся в основу диагноза хронической сердечной недостаточности. Ну, несколько слов про натриуретические пептиды. Мы понимаем, что NT, BNP и BNP имеют отрицательное продиктивное значение. Вот если они не повышены, если они не повышены выше этих значений, то, соответственно, сердечной недостаточности нет. Если же повышаются, в таком сером диабазоне незначительно повышаются, это может быть на фоне фибрилляции, предсердия, легочной гипертензии, это может быть хроническая болезнь почек. То есть могут быть другие причины небольшого повышения BNP, NT, PRO-BNP. Итак, мы должны, так как у нас сегодня образовательная студенческая лекция, с вами, естественно, вспомнить классическую классификацию по Василенко-Стражеско-стадии ХСН, функциональные классы хронической сердечной недостаточности по нью-йорской классификации. В чем отличие? Вот это функциональные классы ХСН, и они могут меняться. В процессе терапии пациент мог поступить с четвертым функциональным классом и на фоне терапии выписаться со вторым функциональным классом. То есть это динамический процесс. А стадии хронической сердечной недостаточности отражают все-таки ремоделирование сердца и сосудов, поражение органное, и они могут ухудшаться, несмотря на лечение, практически не подвергаются вот такой динамике. В этом отличие. Итак, в 2016 году впервые была доложена вот эта классификация сердечной недостаточности в зависимости от фракции выброса. Раньше мы ХСН фактически считали только состояние, когда фракция выброса левого желудочка снижалась ниже 40. Это был диагноз, это были симптомы-признаки снижения фракции выброса, диагноз ХСН. Сейчас мы говорим о том, что мы ставим диагноз ХСН и при наличии сохраненной фракции выброса, и при наличии промежуточной фракции выброса. А если фракция выброса не лежит в основе диагноза, то вот здесь-то и приобретает колоссальное значение. Анализ симптомов и признаков, анализ повышения натриуретических пептидов. Вот здесь особенно будет важным и скрининг при сохраненной фракции выброса и внимательный анализ всех изменений, которые мы получаем при выполнении эхокардиографического исследования. Любые структурные изменения, если сохраненная фракция выброса, гипертрофия левого желудочка, дилатация левого предсердия, диастолическая дисфункция и новые маркеры диастолической дисфункции и нарушения расслабления миокарда. Вот так. ХСН сохраненной фракции выброса. Вот это статья 1972 года, где написано «Отек легких у пациента с ЭБС без кардиомегалии. Парадокс жесткого сердца». А сейчас мы понимаем, что среди пациентов госпитализированной декомпенсации хронической сердечной недостаточности 60-40% имеет сохраненную фракцию выброса. И уже прекрасно известны те состояния, которые ведут к этому клиническому варианту ХСН сохраненной промежуточной фракции выброса. Это хобл, ожирение, ХБП, анемия, субклинический гипотириоз и сахарный диабет, возраст, фибрилляция предсердий и артериальная гипертензия. Но прогноз при хронической сердечной недостаточности с сохраненной или сниженной фракцией выброса левого желудочка одинаково плох. Выживаемость этих пациентов прогрессивно снижается с течением времени. И поэтому особенно в группе пациентов с сохраненной фракцией выброса самое большое значение приобретает лечение тех заболеваний, которые лежат в основе развития ХСН. Лечение артериальной гипертензии, применение астатинов, использование ингибиторов УПФ у пациентов с бессимптомной дисфункцией левого желудочка, бета-адреноблокаторов у пациентов ИБС из дисфункции левого желудочка. То есть использование терапевтической стратегии. Терапевтический алгоритм для лечения хронической сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса левого желудочка разработан. И он изменился, не могу сказать существенно, но изменился в 2016 году. И сейчас мы с вами, уважаемые коллеги, пройдем весь этот терапевтический алгоритм и озвучим классические принципы введения хронической сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса левого желудочка. Итак, пациент симптомных ХСН со сниженной фракцией выброса. Первый шаг – это терапия ингибиторами АПФ и бета-блокаторами тетрацеда до максимально переносимых допустимых доз. Это первый шаг. И ингибитор АПФ – основа терапии ХСН со сниженной фракцией выброса. Здесь приведены те препараты, по которым получена доказательная база введения пациентов с хронической сердечной недостаточности, стартовые дозы. Мы должны достигнуть допустимых терапевтических максимальных доз, если это возможно, по уровню артериального давления и переносимости. И это краеугольный камень терапии хронической сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса. Что антагонисты рецепторов к ангиотензину? Эти препараты, препараты резерва, они используются только тогда, когда нет возможности назначить ингибиторы АПФ при непереносимости. Стартовые, целевые дозы здесь приведены. Мы можем их использовать только в этой ситуации. Если же на фоне ингибиторов АПФ или при непереносимости сортанов мы не достигаем компенсации хронической сердечной недостаточности, современные рекомендации, и это изменение произошло в 2016 году, позволяют заменить ингибиторы АПФ на препарат нового класса, сакубитрилвальсартан, ингибиторы рецепторов ангиотензина и неприлизина с высоким, как видите, классом и уровнем доказанности применяются у пациентов, у которых остаются симптомы, несмотря на оптимальную терапию ингибиторами ПФ, бета-блокаторами и антагонистами минералокортикоидных рецепторов. Об этом мы должны помнить. Дальше, бета-бернаблокаторы, вторая часть золотого стандарта терапии ХСН со сниженной фракцией выброса. Мы знаем, что высокая частота сердечных сокращений неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистый континуум и на течение хронической сердечной недостаточности, и на ишемию, и на сопутствующие заболевания. Что же по хронической сердечной недостаточности? Высокая ЧАЭСС приводит к тахикардиомиопатии и к дальнейшему снижению фракции выброса. Повышение потребности миокарда в кислороде, снижение систолической функции желудочка, снижение расслабления и так далее. Если есть ишемическая болезнь сердца, растет потребление миокарда в кислороде, снижается коронарная перфузия и так далее. То есть мы должны обязательно снижать частоту сердечных сокращений менее 70 у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. У нас есть препараты с доказанными эффектами, на которых были проведены многоцентровые клинические исследования. Мы тетруем дозу, тетруем с небольших доз, здесь 2,5 единицы ошибка, и тетруем до тех доз, которые позволят достичь целевой частоты сердечных сокращений. Но если нам не удается достичь целевой ЧСС на назначение бета-адреноблокаторов или дальнейшее увеличение доз приводит к каким-то побочным эффектам, у нас есть терапевтическая стратегия комбинации у пациентов с синусовым ритмом, комбинации с эвабродином. Почему? Потому что другого класса препарат, препарат, действующий на синусовый узел, препарат, который снижает ЧСС, но практически не влияет на ударный объем и сердечный выброс, не изменяет артериальное давление, и вот эта комбинированная терапия, она позволяет достичь целевого значения частоты сердечных сокращений. Итак, эвабродин следует назначать, чтобы снизить риск госпитализации или сердечно-сосудистой смерти у пациентами с симптомами и фракцией выброса менее 35, у которых синусовый ритм и ЧСС в покое больше 70, несмотря на терапию допустимыми дозами, бета-адреноблокаторами, ингибиторами АПФ или антагонистами минералокортикоидных рецепторов. Что дальше? То есть мы находимся вот здесь, а дальше мы должны вспомнить, что мы пропустили еще один шаг, говоря о частоте сердечных сокращений, что вторым шагом является добавление антагонистов минералокортикоидных рецепторов. Это обязательный компонент терапии пациентов с хронической сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса. У нас два препарата в арсенале, сперронолактон и эплеринон. В чем разница? Сперронолактон, да, есть показания застойная сердечная недостаточность. Противопоказания, а нас это очень интересует, потому что пациенты с хронической сердечной недостаточности, как правило, уже с компрометированной почкой, у них снизается скорость клубочковой фильтрации. И вот здесь препарат противопоказан при скорости клубочковой фильтрации менее 30 и повышение калия более 5. Мы должны осторожно относиться к сперронолактону. Эплеринон, показания, да, ХСН, инфаркт миокарда. Но здесь мы должны помнить, что опыта применения плериного пациента с ХСН и клиренсом кретинина менее 50 не было. Тоже проявлять осторожность при хронической болезни почек на фоне хронической сердечной недостаточности. Что дальше? Мы прошли вот этот шаг, вот этот шаг. Поговорили, да, о сагубитрии в Альцартане, о выборах и в Абрадине. Какие есть еще возможности компенсации пациентов с хронической сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса, если мы прошли все эти шаги, а компенсации нет. Ресинхронизирующая терапия. Ресинхронизирующая терапия. Несколько изменились. Есть позиции по назначению и рассинхронизирующей терапии у пациентов с хронической сердечной недостаточности в сравнении с предыдущими рекомендациями. Итак, продолжительность QRS больше 130 миллисекунд, сниженная фракция выброса. Если синусы в эритм, функциональный класс пониха 2-4, если фибрилляция предсердия 3-4, и мы понимаем, что чем шире QRS, тем более выраженный эффект ресинхронизирующей терапии и назначаем при сердечной недостаточности с широкими комплексами, та, которая не поддается традиционной медикаментозной терапии. Итак, диуретики. Место диуретиков. Тиозидные, петлевые диуретики. Они назначаются, чтобы уменьшить симптомы. Это не средство улучшения прогноза или улучшения выживаемости, как это происходит с ингибитором ЭПФ, бета-адреноблокаторами и антагонистами минералокортикоидных рецепторов. Но они нам нужны, чтобы бороться с симптомами застоя. Какие диуретики мы используем? Тиозидные вначале. Когда пациент становится толерантен или его скорость клубочковой фильтрации снижается ниже 30, мы переходим на петлевые диуретики. И здесь основной принцип назначения не периодическое назначение петлевого диуретика, когда произошла уже задержка жидкости, пациент накопил жидкость, появились отеки, одышка или усугубились, а подбор адекватных доз для ежедневного приема, обязательная комбинация теозидных или питьевых диуретиков с антагонистами минералокортикоидных рецепторов с пермолоктоном и эполириноном, чтобы не было гипокалиемии. А вот ацеталозамид, ингибитор карбангидразы, мы используем только в ситуациях рефрактерной диуретической терапии сердечной недостаточности, когда мы подразвиваем алкалоз, прилегочно-сердечная недостаточность, иногда при апное сна. Вот это вот такой диуретик не для ежедневного приема, и применяется он в течение нескольких дней с интервалом 2-3 недели. Что же дальше? А дальше глубоко внизу в рекомендациях как средство выбора у пациентов, которые не компенсируются на той терапии, о которой мы уже сказали. Это периферические вазодилататоры с очень таким скромным классом и уровнем доказанности. Дикоксин, который мы скорее будем использовать у пациентов с фибрилляцией при сердце, как пульсурежающий препарат, но можем также использовать у пациентов и с синусовым ритмом. Если не произошла компенсация, симптомы остаются, несмотря на комплексную, правильную терапию хронической сердечной недостаточности. Но что он нам даст? Только снижение риска госпитализации, но не улучшение сердечно-сосудистого прогноза. Вот такой класс уровень доказанности. Следует рассмотреть, можно об этом подумать, но мы не обязаны это применять у всех пациентов. Какие еще стратегии мы можем использовать? Тоже в европейских рекомендациях класса и уровень доказанности небольшой. Полиненасыщенные жирные кислоты. Для чего? Чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистой госпитализации и смерти. Опять-таки мы можем это рассмотреть, но это не является обязательным, не является вот такой дониминирующей терапевтической стратегией. И впервые в 2016 году сахароснижающий препарат, ингибитор натриево-глюкозного котранспортера введен в рекомендации по хронической сердечной недостаточности у пациентов с диабетом 2 типа. Для чего? Для предупреждения или задержки дебюта сердечной недостаточности и продления жизни. Итак, если у пациента... Это все, что мы сказали, касается пациентов с сниженной фракцией выброса. Вот здесь терапевтические алгоритмы разработаны. Если мы ведем речь о пациентах с сохраненной или промежуточной фракцией выброса, здесь, к сожалению, терапевтических алгоритмов нет. Единственный доказанный подход это корецкое сопутствующих заболеваний. Но еще есть исследования по снижению риска госпитализации на фоне применения бета-блокаторов кондосартана и спиронолактона. Пожалуй, все. Если сочетанная патология, если ИБС и ХСН, очень частая клиническая ситуация, здесь какие шаги мы должны использовать? Первый шаг, безусловно, это бета-адреноблокаторы, потому что это еще и антиишемические препараты. Очень быстрая комбинация с эвабродином, если не достигается целевая ЧСС на синусовом ритме. И дальше уже дополнительные препараты, антиишемические нитраты, триметазидин, амлодипин, никарандил, ронолазин. Что с ревоскурализацией в этой клинической группе ХСН и ишемическая болезнь сердца? Рекомендовано, когда стенокардия прогрессирует, несмотря на терапию антиангинальными препаратами. И какая альтернатива? Все-таки комбинированная антиангинальная терапия, комбинации в обронине ронолазила, никарандила не изучена, никарандила нитратов низкая эффективность. То есть нас предостерегает о том, что вот эти комбинации мы использовать не можем. И дельтиазем, веропамил, конечно, у пациентов со снежной фракцией выброса, менее 40, пока мы категорически использовать не можем. Эта терапия запрещена. Ну, немножечко вспомним о новых позициях антишемической терапии, которые были озвучены в европейских рекомендациях 2019 года по хроническим коронарным синдромам. Здесь приведена вот такая табличка пошаговое назначение антишемической терапии в зависимости от клинической ситуации у пациентов с стадокардией, у пациентов с ашемической болезнью сердца, вернее, с хроническими коронарными синдромами. Мы видим стандартное, что делать при высокой ЧСС, низкой ЧСС. И вот левожелудочковая дисфункция или ХЦН. На первом месте бета-блокатор, длительно действующие нитраты или ивабродин на втором месте, а потом добавить вторую линию. Но помним о тех предостережениях, которые мы сказали по комбинации антишемических препаратов. Чего категорически нельзя делать у пациентов КСС со сниженной фракцией выброса. Не рекомендуются сахароснижающие препараты тезельгиндионы и глитозоны. Не рекомендуются нестероидные противовоспалительные препараты, которые приводят к задержке жидкости и к прогрессированию ХЦН. Делить аземвер и помил, мы уже сказали, не рекомендуется при снижении фракции выброса ниже 40. И комбинация блокаторов РАС тоже не используется. Что еще мы должны, какие рекомендации дать пациентам с хронической сердечной недостаточности? Если пациент в стабильном состоянии, физическая реабилитация обязательно, физическую нагрузку мы должны расписать. Каким образом это делается? Делается тест 6-минутной ходьбы. Если пациент проходит за 6 минут всего 100-150 метров, это только дыхательное упражнение, упражнение сидя. Если проходит менее 300 метров, можно режим малых нагрузок постепенно и прирост. Если 300-500 метров проходит в ходе теста 6-минутной ходьбы, возможно, комбинированные нагрузки. То есть мы за этим тоже следим. Мы должны помнить, что терапия сердечной недостаточности многогранна. Это лекарственная терапия, о которой мы сейчас говорили. Это разная девайс-терапия, как ресинхронизирующая терапия. Надо помнить о том, что, может быть, наши пациенты являются кандидатами для хирургических вмешательств, в частности, для выполнения аортокоронарного шунтирования или ревоскулиризации. И, наконец, есть девайс-система поддержки левых желудочков. И у нас всегда есть в запасе последнее следствие. Это операция про трансплантацию сердца. Тоже не забывать об этом. И сейчас я перехожу к вот этому документу. Клинический апдейт клинической практики по хронической сердечной недостаточности на момент конца 2019 года. Итак, каковы обновленные позиции с 2016 года, с момента выхода европейских рекомендаций. Итак, начнем с ингибиторов CGLT2 при сахарном диабете второго типа. Что это за стратегия, что это за тактика, что же здесь нового? Мы прекрасно понимаем, что изменились позиции по сахароснижающей терапии пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Новый терапевтический алгоритм озвучен в августе 2019 года. Вышли новые рекомендации. И какой же этот новый терапевтический алгоритм? Подтвержденные сердечно-сосудистые заболевания или высокий, очень высокий риск развития. Европейские эксперты предлагают стартовать не с метформина, а стартовать с ингибиторов CGLT2, натрия глюкозного котранспортера, или с агонистов рецепторов глюкогоноподобного пептида-1. И только если не целевые гликированные, добавлять метформины и дальше следовать по алгоритму. То же самое, если уже принимают метформины, продолжат метформины, быстро добавить те же препараты. Почему это произошло и как это прописано в рекомендациях? Итак, эмпоглифлозин, канаглифлозин, дапоглифлозин, ингибиторы CGLT2 рекомендованы у пациента с сахарным диабетом 2-го титопа и сердечно-сосудистыми заболеваниями с очень высоким и высоким риском для чего? Для снижения риска сердечно-сосудистых событий. То есть для улучшения прогноза, не для снижения гликемии. Гликемия снижается, но эти препараты продемонстрировали в клинических исследованиях возможность увеличивать продолжительность жизни у пациентов, в том числе с хронической сердечной недостаточностью. А эмпоглифлозин рекомендован у пациентов с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями для снижения риска смерти. То же самое, агонисты глюкогоноподобного пептида типа 1, лироглютит, семаглютит, дулоглютит. Такие же показания, а лироглютит для снижения риска смерти. То есть мы получили совершенно новый класс препаратов сахароснижающих, которые улучшают прогноз у пациентов с сахарным диабетом второго типа. Еще одно интересное исследование, которое было закончено, доложено в 2019 году. Тот же препарат дапоглифлозин, ингибитор глюкоза натриевого контртранспортера, использовался у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, со сниженной фракцией выбросов в сравнении с плацебо. Что оказалось? Да, действительно, на фоне дапоглифлозина снижается сердечно-сосудистая смертность, госпитализация по поводу сердечной недостаточности. Причем кривые расходятся очень быстро. Но самое интересное, что в это клиническое исследование с ХСН включались пациенты как с диабетом второго типа, так и без диабета. То есть впервые дапоглифлозин был использован у пациентов с очень высоким сердечно-сосудистым риском, пациентов с ХСН без диабета, что оказалось точно такое же влияние на первичную конечную точку. То есть мы говорим о смене терапевтических стратегий, о том, что, может быть, препараты этой группы войдут в терапевтические алгоритмы введения пациентов со сниженной фракцией выброса даже в отсутствии сахарного диабета. Далее обновленные позиции. Следуем по обновленных позициям и обсуждаем аблацию фибрилляции предсердий при хронической сердечной недостаточности. Было закончено исследование. Единственное, в котором радиочастотная абляция продемонстрировала улучшение прогноза у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Это пациенты со сниженной фракцией выброса, с классом них более вторым. Но здесь у них имплантирован CRT-ЭКД, в том числе с функцией домашнего мониторинга. И разошлись кривые как общей смертности до гиспитализации. Однозначно выиграла абляция по сравнению с антиритмической терапией. И это позволило Американской ассоциации сердца в рекомендациях по фибрилляции предсердия вот такую фразу включить. Правда, уровень класса доказанности очень небольшой. Но, тем не менее, катетерная абляция может быть рассмотрена у отдельных пациентов с симптомной фибрилляцией предсердия и сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса для потенциального снижения смертности и частоты госпитализации по сердечной недостаточности. Очень скромная позиция. Опять мы пытаемся найти терапевтические стратегии для того, чтобы лечить пациентов с сохраненной фракцией выброса. Здесь была попытка использовать ангиотензин, непролизин, ингибидер, сагубитрил, вольцартан, о котором мы уже говорили, исследование парагон. Сагубитрил вольцартан сравнивался с вольцартаном. И фактически не достигли достоверности расхождения кривых по первичным конечной точке силижная сосудистая смерть и госпитализации по поводу силижной недостаточности. Но и мы можем сказать, что силижно-сосудистая смертность вообще абсолютно параллельно прошли кривые. Поэтому мы можем сказать, что пока в этом отношении у нас опять неудача. Отдельно анализировались пациенты в этом документе с промежуточной фракцией выброса от 40 до 50, которые фактически не включались в клинические исследования. И каков вывод? Бета-блокаторы могут обсуждаться у амбулаторных пациентов с симптомом силижной недостаточности с синусовым ритмом для снижения риска общей и силижно-сосудистой смертности. Кондезартан – то же самое. И спиронолактон – все фактически те же позиции, что у пациентов с сохраненной фракцией выброса. Дальше. Метрокли при функциональной метральной регургитации – это фамидис и препараты, связывающие калий. Начнем с препаратов, связывающих калий. Почему они так важны? Да потому что у пациентов с хронической сердечной недостаточности очень часто скомпрометирована почка, происходит снижение скорости клубочковой фильтрации, и в этой ситуации растет калий, а использование антагонистов минерально-кортикоидных рецепторов – это та стратегия, которая позволяет снижать риски и увеличивать продолжительность жизни у пациентов с хронической сердечной недостаточности. Поэтому изобретения, клинические исследования препаратов, связывающие калий, нужны для оптимизации использования антагонистов минерально-кортикоидных рецепторов и других блокаторов РАС, которые тоже повышают уровень калия. И эти исследования уже идут. Митроклип – это малоинвазивное восстановление метрального клапана посредством технологий, посредством катетерных технологий с первичной метральной регублитацией. Мы знаем, что высокая степень метральной регублитации приводит к дальнейшему прогрессированию хронической сердечной недостаточности. И вот Эвдея расширила рекомендации для использования этих стратегий безоперационная трансконтентерная коррекция метральной недостаточности. Очень интересная тема – это амилоидная, транстритиномилоидная кардиомиопатия. Нам кажется, что это встречается редко, просто мы не ставим такой диагноз. И уже используется в Европе и в Соединенных Штатах препарат для лечения транстеритированной амилоидной кардиомиопатии и тофамидис. И этот препарат утвержден FDA. И мы ждем, может быть, в следующем году появления этого препарата у нас на рынке. И тогда мы будем с успехом лечить эту сложную группу пациентов. Дальше – сокобидрил вальсартан. В текущих рекомендациях мы используем этот препарат при неэффективности у пациентов, которые получают оптимальную терапию ингибитором ЭПФ, бета-блокатором и антагонистов минерально-кардигоидных рецепторов. Сейчас же мы начинаем говорить об инициации терапии вместо ингибитора ЭПФ или сартана у пациентов госпитализированных с дебютом ХСН или декомпенсацией. Но посмотрим, как это войдет уже, с каким классом уровнем доказанности в грядущие рекомендации. Итак, еще одно интересное исследование. Оптимальное артериальное давление при систолической сердечной недостаточности. Мы видим, что самое оптимальное давление лежит в диапазонах, вот это низкий риск, самый низкий риск общей смертности в диапазоне от 120 до 140, даже меньше, может быть, там 135 мм ртутного столба. Что еще интересно? Последние регистры, последние анализы того, как мы лечим пациентов с хронической сердечной недостаточностью, уже по существующим, давно утвержденным протоколам, говорят о том, что более 90% пациентов с ХСН со сниженной фракцией выброса и давлением больше 110 систолическим не получают целевых доз препаратов. Тех препаратов, которые доказали снижение смертности в исследованиях. Поэтому надо обязательно назначать рекомендованную терапию. И еще одно исследование. Средняя доза препаратов ниже рекомендованных. Необходимое дальнейшее внедрение терапии через 25 лет после получения доказательств влияния на исходы. Дальнейшая адаптация применения ивабродина, который не так часто используется в реальной клинической практике, как предписывают рекомендации. И, наконец, высокие технологии в лечении ХСН. Но почему эти живые существа могут регенерировать? У них могут регенерировать кардиомиоциты, а у нас они не могут регенерировать. И проводится целый ряд исследований по стимулированию пролиферации кардиомиоцитов. Было исследование по введению стволовых клеток у пациентов с острым коронарным синдромом, со снижением смертности. И за этим, конечно, будущее. А я вас благодарю за внимание. Всего вам доброго.